Всем привет! Это новости из-за периметра на сегодня 27 марта. Таня Строкова сильно обиделась на Алексея Безуса. Он опубликовал новые фотографии со дня рождения и плохо отретушировал ее изображение. Также он активно намекает на возобновление отношений между Даней и Таней, что не является правдой, по словам Строковой. Хуже фото у меня, наверное, не было, пишет. Спасибо Безусу за то, что он выставляет фото, которые были сделаны под утро, когда-то уже совсем не свежак. Майя Купина обросла зимой жирком, набрала лишний вес и решила привести себя все-таки в форму. Майя не беременна, как можно было предположить, глядя на ее фото. Правильное питание и спортзал ей в помощь. Меня тренирует сейчас, говорит Леша и Игорь. Как думаете, сколько я скину за неделю? Купин тренирует не только Майю, но и всех желающих. Он организовал спорт-коммунити в Таиланде. Молодец, зарабатывает. Яна Захарова не хотела бы говорить о людях плохо. Она не любит врать, не умеет наговаривать. Но в случае с Глебом Малмыгиным молчать не будет. Глеб говорит, что никогда у Яны не просил денег. На самом же деле он брал в долг еще в июле и вернул деньги только во время прихода на проект 5 марта. Спустя 7 месяцев ему стыдно было заходить на проект, зная, что должен бабок, говорит Яна. Глеб забылся, что в Сбербанке приходят уведомления. И он не знал, что у меня есть скрин. Позорище. Малмыгин обиделся и Яну заблокировал. В околодомовских группах пишут о том, что Вика Фомская, которая на днях покинула проект, уже просится обратно. Ничего такого в ее инстаграм и телеграм я не нашла. Ни капли сожаления о своем решении уйти за любимым. Аня Брянская попала в аварию. Я получила за то, что неаккуратно ешу за рулем. Я полностью разбила задний бампер. Почему я улыбаюсь? Улыбка – это моя защитная реакция. Ранее Брянская рассказывала о том, что уже несколько дней находится в депрессии. К ней приехала мама, которую приходится морально поддерживать. Ведь папа пропал, и никто даже не знает, жив ли он. Милена Безбородова конфликтует с соседями. Она оставила свой Мерседес в неположенном месте. Но хоть он никому и не мешал, жильцы стали в чате предъявлять Милене претензии. В то же время никто даже слова не сказал, когда другой сосед поставил свой автомобиль не столь престижной марки, полностью перегородив выход из подъезда. Милена общалась матами, и ей закрыли доступ в чат. «Я покинула чат этого обоссанного дома», пишет. «Теперь у меня еще больше желания переехать в другой дом и в другую квартиру». Дима Дмитренко вернулся в столицу. Оля встретила мужа вкусным ужином в одном из городских заведений. «Мы снова с любимым вместе», пишет. «Оля сейчас редко опубликует посты, она вся в делах. У нас столько дел. Бассейн, гимнастику у Василисы. У меня уход за волосами, маникюр. Мы вовсю занимаемся подготовкой ко дню рождения Василисочки. Нереально все совмещать. Поэтому мы пропадаем из соцсетей. Не теряйте нас». Дима поздравил с днем рождения свою маму-тетю. Опубликовал вот такое фото. «Спасибо тебе за все, что ты для меня сделала. Ты столько отдаешь своей доброты и тепла. Не заботясь о себе. Я тебя очень люблю». Это все новости из-за периметра. Смотрите первый выпуск на сегодня с полянскими новостями. И подписывайтесь. Будем сплетничать!